Всем привет! Сегодня я хотел поговорить с вами про продажу автомобилей. А именно, ну вот вы, например, продаете машину, да? Ну, может быть, вы покупаете машину, может быть, вы продаете. Ну, в частности, я вот продаю, у меня сейчас в продаже три автомобиля, я не занимаюсь активным перекупством или просто продажей машины. Ну, получилось так, что вот хочу я купить одну хорошую дорогую машину, вот, и решил продать, ну, скажем так, три не очень дорогие машины, чтобы купить вот одну такую большую, хорошую, классную, которой я мечтаю. Ну, в общем, обо всем по порядку. Значит, я вот даже приготовил бумажку такую, просто вот, ну, честно, активно занялся продажей автомобилей и вот столкнулся, я не знаю, как это назвать, в общем, обо всем по порядку. В общем, у меня сейчас в продаже висит три автомобиля. Это Газель, ну, вот если вы смотрите канал, вы знаете, что делаю я, точнее, сделал я уже Газель, вот. Значит, 14-я модель Жигулей, ну, это девятка, короче, бывшая. И я продаю свой Ford Focus у меня, своя личная машина, с которой я живу уже в мире согласия лет, наверное, восемь. Вот. В общем, решил вот эти три машины продать. Давайте начнем, наверное, с Газели. Это такой Газель, это вот сборник, я бы сказал, я даже не знаю, как это объяснить. Это вот столько впечатлений за период, наверное, месяца продажи Газелей, вот впечатлений общения с контингентом, которому нужен Газель, я давно не сталкивался, хотя я работаю с людьми, как бы, с разными, с автомобильной темой. Ну, в общем, ладно. Вот, значит, продаю я Газель. Указал я фотографии, там, да, поставил, указал цену, указал свой телефон, там, широкое, хорошее описание сделал, фотографии, там, сбоку, там, снизу, там. Короче, все, что надо. Вот, люблю сам фотографировать, сделал со всех сторон фотографии, там, хорошее описание сделал, да, вот, описал минусы, плюсы этого Газели. Честно, описал, потому что, ребят, ну, люди приедут, увидят эти минусы, которые вы не описали, ну, и что, кому это надо будет. Потом вам будут говорить, будешь ради 100, там, 200, 300 тысяч, как лошара краснеть, хотя некоторые этим не чураются. Ну, в общем, ладно. В общем, звонит по Газелю. Довольно-таки много звонков. Звонит, значит, один товарищ. Он мне долго названивал, то бишь, сначала мы с ним один раз поговорили, потом он там что-то подумал, там что-то, короче, еще раз позвонил, что-то еще там уточнил. Потом он разродился. Говорит, я живу в Питере, ну, а я в Твери, да, то есть от Питера до Твери 550, где-то так, километров. Вот. Говорит, пригони мне Газель в Питер. Я, говорит, его посмотрю. Ну, как бы, тут далеко ходить не надо, это идиотизм, да, ну, согласитесь. Нет, хотя, кстати, существует вариант, например, да, пожалуйста, как вот мне мужики говорят, я пошел, да, после этих слов, пригони мне Газель в Питер, пошел, посоветовался там с мужиками, там, ну, со взрослыми, я-то че, пацан, ну, ладно, пошел со взрослыми мужиками, посоветовался. Говорит, а как вот в такой ситуации поступать? В общем, некоторые, как говорят, пускай предоплату переводят, ну, сколько, да, там, 550 километров до Питера, обратно, да, сколько же, грубо говоря, 1100 километров. Пускай 10 тысяч кидает на карту, пожалуйста, ты съездишь в Питер и обратно, даже если машина человека не устроит, ты, по крайней мере, окупишь и какие-то деньги еще заработаешь, ну, как в рейс ходишь, например, вот такой вариант. Ну, существует, но, опять же, это такая схема, если есть время свободное, да, и если есть уверенность, что это ваша Газель, ну, или какая-то ваша машина, которую вы продаете, доедет до того города, куда хочет клиент. Ребят, просто, ну, всякое, да, у людей может быть, да, там, например, люди боятся, да, там, ехать на машине велико, да, или, там, или, там, что-то еще, там, ну, какие-то, там, нет времени, ну, все, все существует. Пожалуйста, пускай человек оплачивает, да, перечисляет на карту все эти свои денежные желания, желания, и, пожалуйста, ну, это такая, как бы, затея. Вот мне правильно мужик один сказал, вообще, вот, ребят, если вы поедете просто так, вот, без какой-то либо предоплаты куда-то там, на, прям там, вот он вам клянется, там, мамой, там, папой, просто человек увидит, что вы уже согласились, что вы приехали к нему в город, и дальше можно поценить, тупо продавливать до конца, просто до низа. Раз уж он, так сказать, приехал, он на все гораздо, дай-ка я его сейчас тысяч на сто еще продавлю вниз, то бишь, по самому низу рынку вашу машину у вас будут пытаться купить. Ну, в общем, правильно мне человек сказал, говорит, ребят, я не хочу никого обидеть, с Москвы, с Ленинграда, с Питера, вот, но мне я сказал, это, вот, в таких городах, как Москва, крупных, Санкт-Петербург, деньги не зарабатывают, деньги мутят. Я никого не хочу обидеть, вы наверняка их зарабатываете, живя в Москве и в Питере, но большинство народа деньги мутят там, поэтому существует такое выражение, замутить денег. Ну, в общем, я ему, конечно, отказал, я говорю, ну, дружище, как я к тебе приеду, ну, что это, это чушь, короче, полный бред. Он, короче, что-то там туда-сюда перезванивает вечером, вот, говорит, да, что-то я там спорол лишнего, говорит, давай я сам приеду, все в Тверь, там все нормально будет, ты мне, я ему видео до этого отправил, в этой машинке, не думайте, что я, а ну, по фотографии, нет, я ему видео отправил, все, ему вроде как все устраивает, но, говорит, ты со мной в Питер поедешь, я говорю, зачем, ну, как же, говорит, а вдруг она на учет не встанет в Питере, ну, это вообще, это, это полный идиотизм, короче, ладно, я говорю, дружище, давай, все, не будем друг другу время тратить, вот, еще любят позвонить, всякие балаболы, но я так понял, что вот эти балаболы, ну, во-первых, просто по душам человек с тобой решил поговорить, может быть, ему не с кем поговорить, я не знаю, и такая прикольная штука, как позвонить часиков в 9.30, в 10 вечера и поговорить с тобой, как у Газели рамы себя чувствует, как там капот нержавый, то есть, ну, у людей нету рамок, ну, такое ощущение, что люди звонят, мне показалось, лично мне показалось, что люди звонят не в мест лишения свободы, почему, потому что, когда я ему пытался перезвонить где-то часов в 9, 9.30, ближе к 10, как раз, когда отбой, он просто меня скидывал, вот, а потом уже сам перезвонил в 10 вечера, причем так было несколько дней, вот, еще люди любят, говорят, пришли мне на Viber, там, на WhatsApp, там, фоточек, побольше, там, сфотографируй, это, это, вроде все нормально, только ищешь его в Viber и WhatsApp, а такого номера там не существует, ну, это меньше и зол, как бы, так, а, вот, еще, кстати, я не хочу, я не антисемит, ни в коем случае, я уважаю все национальности, но почему-то по Газелю звонит много иностранцев с акцентом, практически 90%, хотя у меня Газель не дешевая, у меня не за 100 тысяч рублей, ну, не говно какое-то, короче, у меня хорошая Газель, она стоит хороших денег, но, тем не менее, вот, и, значит, любят прям по телефону, хотя в объявлении указано по телефону не торгуют, но, тем не менее, любят по телефону 1100 сразу скинуть, с обещаниями, якобы, сейчас заберу, все, вот, сейчас вот, допустим, я поставил за 300 тысяч, за 200 заберу, в общем, а, вот, еще, кстати, интересно, я не знаю, может быть, это меня проверяют, может быть, люди по-русски читать не умеют, может быть, они невнимательно читают, вот они, например, вот сегодня мне только позвонил человек, и вот все, что у меня в объявлении указано, размер кузова, модификацию мотора, вот он у меня начинает заново это спрашивать, вот, то есть все спрашивает, спрашивает, прямо, я говорю, дружище, в объявлении все написано, у меня какие-то нюансы там по регистрации, там есть нюансы, да, я их все описал, ну, нормально, человек сразу станет понятно, он мне начинает эту всю фигню спрашивать заново, заново, там, рассказывает, что я добрый человек, что у меня голос какой-то там, я не знаю, нежный, ласковый, приятный, там, короче, какой-то бред, короче, просто вот, из реальных людей приехало несколько человек, и которые вот, если они хотели приехать, они по телефону мне задали вопрос, как состояние машина заводится, адрес, я приеду там в течение, там, там, получаса или, там, например, там, сегодня вечером, там, но предварительно позвоню, вот, таких вот, такие были, но вот они по телефону, раз, два, там, три слова, да, все, там, максимум пять минут. Ладно, это по Газелью, короче, с Газелью-то вообще, это просто полный букет впечатлений и ощущений вам обеспечен. Также я еще продавал четырку, вот, ВАЗ-2114, вот, машина такая, как бы, тухленькая была, да, 35 тысяч, я ее поставил, значит, ну, она ржавая там вся, то есть, ну, и стал я ее красить, я ее, марафет я ей навел, поставил ее на ход, она нормальная машина, просто машина, как бы, ну, ходовая такая, обычно, как у нас все вот это говно по городу ездит, полуржавая, ну, машина нормальная, она заводится, я поменял масло, свечи, ремень, то есть, ну, поставил на ход, поставил ей музыку, то есть, что человек, ну, у нее все стеклоподъемники работают, у нее сиденья, ну, то есть, машина полностью исправная, да, да, у нее она ржавая, там, да, у нее фары работают, там, все, у нее даже борт-компьютер есть. В общем, приедут люди, приезжают люди, смотрят 14-е, 2007-го года за 35 тысяч и начинают ее, ой, а что-то тут у вас крыло снималось, а что у вас ржавчина, это пипец. Ребят, ну, за 35 тысяч, ну, вы отдавайте себе отчет, вы машину не за 100 тысяч приехали смотреть, да хотя, я думаю, за 100 тысяч, 4-ка, там, 15-ка, такая будет, так себе, я думаю, за эти деньги она не будет идеальной. Не знаю. И, а, еще вот, любят, вот она 35, мне, кстати, любят сообщение прислать, за 20 сразу заберут, то есть, скидывают почти пол стоимости сразу и обещают приехать за 20. Кстати, не факт, что они приедут за 20 и не факт, что они за 15 приедут. Это просто эти, такие, знаете, да, вот. Ну, в конце концов, кстати, приехали парни, интересно, значит, довольно-таки адекватные, позвонили по телефону, там, спросили, что-то какие там, пару наводящих, она заводится, там, туда-сюда. То есть, парни вот уже понимают, что, с чем они имеют дело. Приехали, да, двое молодых парней, кстати, на такой же четверке, вот, так посмотрели, прям вышли, такие, сходу, а, у тебя, говорит, канал есть, ребят, ну, вот, очень приятно, что вы меня узнали. Конечно, я не такой популярный, да, но, тем не менее, как бы, Тверь маленькая, да, и, оказывается, кто-то именно из Твери, там, да, смотрит, причем абсолютно незнакомые люди, не те, которым я сказал, да, там, о незнакомом, вот, подписывайтесь, там, да, смотрите. Нет, а просто какие-то абсолютно левые люди, незнакомые, которые просто таким же обычным способом меня нашли, как бы, ну, незнание, да, это, ну, тем не менее. Ну, они так посмотрели, они просто тоже хотели ее перепродать, ну, и они просто увидели фронт работ, да, чтобы ее продать задорого, где нужно покрасить было. Ну, и они так что-то посовещались, решили не брать, обещали подумать, так и уехали, ну, и ладно. Вот. Пацаны, вам, кстати, привет, я машину продал. Ну, как бы, не купили, не купили, ничего страшного. Нашли, я думаю, лучше гораздо и дешевле, самое главное. Так, ладно. Ну, и, короче, в итоге ребята позвонили какие-то с области по этой четырке, приехали, что-то так посмотрели, под ниже посмотрели, вот, увидели, что у нее магнитола есть, что у нее сигнализация с брелочкой заводится. Сказали, мы берем, не торгуясь, съездили деньги, сняли, написали договорчик, уехали. Все. Вот так вот надо машины продавать. И так их надо покупать, потому что покупая машину по низу рынку, да это какой-нибудь низ. Низ рынка это 50 тысяч, там 40, а она продавала за 35. При этом она была полностью на ходу, с чистыми документами, без штрафов, без всех. То есть, ну, на ней никаких обременений не было. Вот. В общем, что у нас еще тут есть интересного? Ну, четверка продалась, и слава богу. Ну, и вишенка на торте. Фордик мой. Мой фордик, сразу скажу, в идеальном состоянии. Пробег 74 тысячи километров. Я второй хозяин, владею с 2012 года, сейчас 19-й год, почти 7 лет. Точнее, скоро будет 8 лет, если я правильно посчитал, да? Вот. Так. Значит, машинка у меня в идеальном состоянии. Покрашена у меня локально, ну, то есть, частично. Задняя правая дверь, она была помята, чуть-чуть буквально. То есть, там ни мяса никакого, там нет, там просто именно попало в ребро, и поэтому подзогнуло дверь, чуть-чуть металл на ней. Вот. В общем, это было указано все в объявлении. Короче, в объявлении также было все указано, пробег указан. Звонит тут один типок, говорит, по машине. Я говорю, по какой машине? Потому что, опять же, я продаю газель, да? На тот момент я продавал четверку. А он, а что вы, перекуп? Такой уже, да, мы узнаем, знаем, ну, блин. Я говорю, нет, я не перекуп. Я владею машиной. Весь этот срок, почти 8 лет. Потом, значит, он меня начинает спрашивать про... Опять же, это те люди, которые просто балаболой я их называю. И знаете, сколько балаболов? Их процентов 70. 80, наверное, даже. Я сейчас просто... Я вот по бумаге читаю, потому что столько вот требедений. Просто вот... Я хочу просто поделиться, да, что вот, ну, чтобы быть готовым вам. Что вас ожидает при продаже автомобилей? Вот. Спрашиваю, какой пробег у меня? Я говорю, ребят, ну, там уже написано все в объявлении. 74 тысячи. А что-то мне не верится. То есть, ну, как я ему должен объяснить, ну, то есть, обратное? Ну, так сказать, мягко, да, там, или как-то... Ну, не мягко, там, ну, с этикетом, да, там, ну, как-то вот я не знаю, так вот. Ну, чтобы человека не обидеть, там, или там, ни сказать... Да мне похер, да, там, не верит, там, пошел в жопу. Ну, как вот, я не знаю. Я вот не знаю, что там... Ну, можешь не верить, да, вот так, наверное, надо говорить. Я не знаю. А у нее резина, говорит, есть зимняя То есть, человека не интересует Самое главное, не кузов Человека не интересует Ни состояние мотора Ни состояние Ни ДТП какие были Я не знаю, пробил он, не пробил По базам, хрен его знает Кстати, по поводу баз Еще какие-то базы Через ГИБДД оказывается Люди пробивают мой форт Не верьте никогда этим базам Это все чушь Люди пробивают мой форт через базу Там один хозяин, на деле у нее два хозяина Два, два, два Первый хозяин, кто ее покупал, новый И владел ей до 28 тысяч пробега Потом я ее купил И владею ее с 2012 года А по всем базам она бьется, как один хозяин Все это туфта Короче, резина зимняя есть? Я говорю, есть А летняя в каком состоянии? То есть, человек такое ощущение, что Его там то ли жена заставляет То ли он не хочет машину покупать Но надо что-то, так сказать Показать, что он кому-то звонит Что-то спрашивает Ну, я не знаю, короче У каждого свои мотивы Фу В общем, приехали люди Да, там один приехал Молодой человек Говорит, для семьи Там излазил ее Так вроде посмотрел Да, говорит Это, говорит Да, это то Там в багажник заглянули Капот открыли Что-то начинает какие-то там Теории строить Что якобы телевизор заменен Но при этом Фары оригинальные Да, там Капот, крылья не страгивались То есть, ну Логика где То есть Цепочка какая-то Вот ДТП, да Там складывается из чего Да, там Удар в машину вперед Да, там Ей поменяли телевизор При этом, скорее всего Погибает Читаем по пальцам Там фары Бампер Решетка радиатора Радиатор Ну, в лучшем случае Капот, допустим Не пострадал Это все родное Поменит телевизор Ему кажется, он поменит Но он не может доказать Обратное Что он не поменит Но ему кажется, понимаете И вот он начинает Пык-мык Что-то так Шлеп Короче Я говорю Давайте поторгуемся Точнее, он говорит Есть толк Я говорю Давайте поторгуемся Аргументированный толк Он не знает Что сказать То есть Ну, реально К машине не придраться Он не знает Что сказать Он говорит Ну, цена Извини меня Аргументированный толк Я считаю Это когда Ты прочитал объявление Ты для себя Сделал какой-то вывод По этому объявлению И Едешь Если ты что-то видишь новое Например, у тебя указан капот Крашен, например Ну, предположим А на деле Крашена вся бочина И тот же самый капот Ты можешь за счет этого скинуть Но когда ты Ничего не скинул А цена тебе до этого известна Ну, смысл торговаться Исходя из цены Типа Она для тебя очень Ну, это только для тебя цена дорогая Это не значит, что она Что машина по цене завышена Ну, я не знаю Ну, и вот под конец Приехали люди Совсем недавно Ну, вот И сглазил А, сначала он мне позвонил Что-то там Какие-то вопросы Тоже доводящие задал Прошло там Несколько дней Он опять Мне перезванивает Говорит Я сейчас не могу Я сейчас там Вклину туда-сюда Вот Короче, можно там Приедет Там мой тесть Или там Взять Нехер взять Там, короче Ну, короче Какой-то там Более взрослый мужчина Приезжает Ну, опять же С акцентом Да Ну, ладно Как бы, да Всем хочется машину купить Я ничего против этого не имею Вот Проехал Все, все вроде Человеку нормально Вот Все осмотрел Ну, я не сказал Что скрупулезно Но внимательно Все осмотрел Каждый элемент Там, да Спросил Там про масло Про двигатель Там про это Про то Про сигнализацию Про салон Все посмотрел Как вот багажник Мотор Ну, вот Потом На следующий день Приезжает он сам Кто мне звонил Ну, тот Кто желает Машину купить Сам все Вылезал Минут сорок Наверное По ней лазил Все Каждый болтик Кручками С вами потрогал Потом я После этого Поехал на мойку Потому что Он все стекла Залатывал У меня просто Какое-то Чувство После этого Я не знаю Хотелось Помыть машину Неприятно Вот все Потом он Позвонил Кому-то С кем-то Двадцать минут Говорил по телефону Потом еще С кем-то Потом приехал Короче Какой-то еще Тесть его Или какой-то Тесть Троюродной сестры Собаки Брат Я не знаю Кто-то еще Потом приехал Какой-то друг На Ауди А6 С последним Кузовик Тоже Что-то ходил Что-то Не знаю Тоже ничего Не нашел Какие-то догадки Дикие строил Что капот Почему-то изнутри Покрашен А снаружи Не покрашен Потому что Шагрень разная Ну Короче Каждый Какого-то специалиста Пытается гнуть Вот Все уже понравилось Все Да Как уже стали Строить планы Как туда-сюда Как пойдем Как будем оформлять ее Через договор Через ГАИ Увидимся Все Ладно Как резину Забрать Туда-сюда Ладно Говорит Давай У меня все равно ПТС Дом был А второй ключ Дом был Вот Я говорю Давай Ладно На следующий день Приезжай Я как раз Тебе все Из дома Привезу Все Вечером Перезванивает Говорит Ну Мы Еще посмотрим Пару машин Ну И все Короче Люди Слились Наверняка Купили Тысяч на 30 На 40 Дешевле машину Наверное Сидя Ох Какие мы Крутые Парни Мы Не поторопились Зато Нашу Тачку На 30 На 40 Тысяч Дешевле Ну Зато У нее Пробег Конечно Будет Раз в два Больше И состояние Уша Зато Мы Подешевле Взяли Так что Ребята Больше вам Терпения С такими Покупателями Сейчас Конечно Время Такой Выбор Большой И люди Начинают Ходить Так Знаете Не спеша Ну Не вы Так Кто-нибудь Другой Продаст Там Тяжело Сейчас С этим Много Машин На рынке Много Всего Выбор Большой Люди С деньгами Ходят И Чувствуют Себя Так Как бы Это вот Ты А вот Это вот Я Так что Терпение Не надо Ни на кого Зриться Все у вас Получится Все Продавите Или купите Выбор Большой Еще раз Повторяю Ладно Надеюсь Видео Не очень Длинное Ну Правда 20 минут По-моему Целых Ну Кому Интересно Ставим Вот эти Штуки Лайки Как они Называются Ладно Всем пока Так Субтитры сделал DimaTorzok